Закончился матч ИГСК-Атлетикс-Дисперадос. С счетом 3-0 победа одержали команда атлетов. Николай Домников и Андрей Журавский действуют своими впечатлениями. Николай, как вообще складывалась игра, за счет чего удалось пребывать во втором тайме и выиграть эту встречу? Слушай, ну игра всегда с этим соперником складывается непросто. Ребята, хорошая команда, обученная, грамотная. Немножко, мне кажется, судья чуть-чуть поплыл. Ну, как бы с двух сторон какие-то немного неадекватные действия слегка были. И совсем не давал бороться, как и нам, как и ребятам. Потому что, ну, ничего там грубого не было. Когда уже выходило где-то за рамки, он свистел. Ну, некоторые моменты, ну, все-таки футбол контактный вид спорта. Каждый контакт свистеть, мне кажется, игра просто сбивается на эти штрафные. А так, ну, слушайте, у нас мяч неплохо ходил. И сегодня была такая немножко от меня после вчерашней игры перестановочка. Я всех своих практически атакующих игроков выпустил в основе. Если видели, то у нас крайне защитниками играли полузащитники. И мы за счет вот этой вот, видимо, за счет прессинга и за счет движения немножко, ребят, ну, мне кажется, умотали чуть-чуть. Ну, игра была до гола. Мне кажется, забил бы соперник, нам бы было тяжелее. Мы забили, они пошли отыгрываться, мы забили сразу второй. Ну, и там уже надо было просто, ну, дотерпеть, что мы, собственно говоря, сделали. Еще третий забили. Андрей, согласны ли вы с изречением своего соперника, что игра была до гола? Потому что мне с бровки тоже так казалось, что была в целом плюс-минус равная игра. И кто забил первый гол, тот в целом и завладел преимуществом. Ну, в принципе, да. Мой оппонент все, в принципе, по делу разложил. Вот, да, игра была, в принципе, в первом тайме ровная. Там особо у них моментов не было, да и у нас. В втором тайме, да, соответственно, там мы, грубо говоря, пропустили на какой-то, на 10-й или на 15-й минуте второго тайма. Да, такой, причем гол, ну, не совсем. Обязательный, скажем так, с нашей, получается, атаки. Мы привозим себе штрафной, мы играем, когда мы идем в атаку, мы играем пяткой назад. И, соответственно, идет контратака, штрафной и гол. Ну, это, конечно, такие детские ошибки, которые, как бы, надо вообще исключать. Но, к сожалению, как получилось, так получилось. Вот. Что касается, ну, то же самое, как говорится, про судью, я, наверное, обобщу. С началом второго круга в каждом, по крайней мере, не знаю, как у соперников, в каждом нашем матче происходит какая-то непонятность с судьями. Что и с СБРом, получается, было. Там, да, конечно, ребята завелись, как бы, но, в принципе, судья не потушил этот пожар, был бы, в игре, который, в принципе, начался. И он, ну, как бы, СБР закончил в минус 3. Как бы, судья там, в принципе, все, как бы, вроде, как бы, начал потихонечку нормально судить, но потом он все поплыл, как бы, поехал, и ребята на него завелись, и он начал раздавать желтые, желтые, желтые. Почти все картики были вторыми желтыми, ну, это, как бы, раз. Игра против, господи, против Невского с товарищей, ну, как бы, с судьей, вроде, как бы, ну, здесь, в принципе, сколько я лет в вале играю, с судьей иногда можно поговорить, пообщаться, как бы, поймать с ним контакт. Вот, мне кажется, это нормально с судьей, как бы, когда он общается с игроками на поле, как бы, объясняет как-то свои решения. А, получается, я не помню, как судья, вроде, с города даже, какой-то заслуженный, но он просто молчит, раздает, ничего не говорит, как бы, просто, вот, просто молча, робот работает, как бы, ну, просто, никакой, вообще, никакого контакта с судьей нету. Сегодня, как бы, рефери, как бы, тоже, как бы, он посадил нас двух игроков в первом тайме, как бы, за вообще непонятные фалы, просто чистейшие, которые сыграны в мяч на карточке. Соответственно, вторая карточка, потом, да, Коля, которая у Мазепина, вторая, желтая, она по делу, вопросов нет, но первая, как бы, там, просто, он с бровки говорит, как бы, а почему, как бы, ну, спаривает просто в спокойном томе, без мата, без оскорблений, как бы, судья подходит, дает желтую, это вообще как, как бы, блин, во втором тайме соперник, как бы, извините, тоже бежит в конту, наш соперник, ой, наш защитник чисто выбивает мяч, у соперника никаких, вообще, претензий к нему нету, судья берет желтую, и нам с этого штрафного чуть не сбивают гол, блин, их, а слава богу, червень вытащил. Ребят, ну, ну, соберитесь, ну, господи, вы как-то с судьями поработайте, поговорите, то, что, ну, как бы, здесь мы же приезжаем, как бы, сюда мы платим свои деньги, как бы, и нам вот такое вот, извините, говнецо подсовывают, как бы, блин, ну, это ненормально, как бы. Да, ну, хотя бы молчан, молчан, он хотя бы может объяснить, что, где и почему, а здесь просто тебе говорят, я честно-честно, желтую дам, ну, это ненормально, мы платим деньги, как бы, блин, ну, мы за что платим деньги, чтобы просто приехать, как бы, чтобы нас кое-как отсудили, как бы, никакого, ну, просто, как бы, тебе еще в душу насрут, извините, кажется, судья тоже могут, как бы, еще лишнего наговорить потом, блин. Как дела? Ну, примите какие-то меры, как бы, ну, что, ну... Это, кажется, Россия-то хороших судей мало, а что там на городе? Так не, ну, блин, ну, в первом круге, ну, не было, там, хотя бы, ну, как бы, более-менее все было. Я согласен, по качеству не были, ребята, вот, я говорю, мне очень, там, парочку молодых очень понравились судей, блин, вообще, и причем, он настолько такой, вот так брутально суровый, что он, как бы, моментально, он говорит, хотите поговорить со мной, там, раз за карточку, я говорю, нет, все, у меня разговоры сразу закончились, а тут бывает, да, как-то провоцируется немножко. Ну, что делать? Что имеем, то имеем. Может быть, будут потом лучше судей, да? Надеюсь. Хочется приезжать, хотя бы, какое-то, хоть, ну, блин, качество получать, как бы, хоть от судейского корпуса, как бы, блин. Ну, просто Максим тоже, вот, я сегодня смотрел интервью Максима Чеснокова, как бы, там, вроде, с ней, с Сережей Болдырева, как бы, там, он нас вчера, как бы, тоже отсудил, но я так себе отсудил, как бы, ну, особого, там, вопросов по игре, как бы, не было. Вот, и он потом судил про Мринову, как бы, и Макс там, как бы, выдал тираду. Я, как бы, в принципе, его поддерживаю в этом плане. Хорошо, давайте вернемся к игре все же. Почему Дисперадос после пропущенного мяча все-таки допускал гигантские, скажем так, ошибки в защите, и вот два следующих пропущенных мяча, это следствие уже ошибок в обороне, особенно последний мяч, когда оставили одного игрока соперника вообще без какого-то сопротивления? Ну, это уже, как говорится, ну, вот мы пропустили, нам надо отыгрываться, концентрация, ну, получается, во-вторых, вторая игра, как бы, за... У соперника также. Ну, все равно, как бы, у соперника, как бы, он забил, ему уже попроще, ему не надо, как бы, забивать, а нам, как бы, блин, надо оттуда, ну, силы какие-то надо брать, резервы, у нас, к сожалению, нет. У нас, получается, эти ошибки, ну, вот, где-то, там, не доработали, не добежали, не досмотрели просто, там, себе за голову, кто-то не подсказал, возможно, там, в третьем гале, может, там, ну, наверное, может, Тёма должен был подсказать, то, что, ребята, посмотрите, у вас там сзади игру. Я, как бы, там, ну, как бы, здесь много факторов, которые, как бы, могут, как бы, сказать, как бы, можно то, на это, а по факту, ну, как бы, надо смотреть на видео, почему, где и как, вот, и, в принципе, и, ну, и, во-вторых, как бы, у нас сейчас, к сожалению, повылетало несколько игроков, сами видите, то, что такой состав сборной Ассалянка, как бы, там, кто-то приехал, кто-то не приехал, как бы, и тяжело вот это вот найти, получается, тот, получается, тот костяк, который может сразу выдавать, как бы, с самого начала результат, как бы, а тут мы тусуем, пока тусуем, туда-сюда, там, вроде, Номики в одной игре хорошо по себе провел, вроде, во второй игре так себе, ну, и, короче, вот такие вот пироги, скажем. Если в шерсть зашла про два матча за выходные, как Атлетикс их перенес, учитывая, что до этого было, по-моему, два матча за четыре недели, хватает ли команде игрового тонуса за все эти игры? Не, ну, тонуса хватает, мы же еще в будни двигаемся, там, в другом чемпионате, поэтому с тонусом вопросов нет, немножко было тяжело психологически настроиться на второй матч, потому что вчера, вот, было это из разряда, что такое не везет, как с этим бороться, потому что мы проигрываем сами себе и тоже задаем вопрос, что мы вроде на турнирах играем с командами Суперлиги на равных, тут выходим, и при всем уважении с ребятами, с которыми мы должны играть первым номером, играем как-то от них, это я не про сегодня, про вчера. Да, сегодня просто, ну, опять же, знали, что будет нам чуть легче, потому что просто Деспирадос, она более игровая команда, как и мы, да, они играют в футбол, мы играем в футбол, здесь будет проще, нет вот этой вот постоянной рубки, вот этой борьбы ненужной, как бы, ну, вот, да, опять же. Что? Это значит, Деспирадос изменился? Да, ну, может быть. Ну, просто, мне кажется, что и в том туре, что и в этом просто как-то получилось, что, не знаю, просто мы и тогда первые забили два, и, как бы, и то же самое сейчас. Опять же, зная, что команда очень сильная, и, опять же, мы прямые конкуренты у нас там, идем ноздря в ноздрю, поэтому, ну, мы очень рады, что выиграли, конечно, жалко, что вчера, если бы мы выиграли два, было бы просто круто, но сегодня выиграли тоже, рады. Спасибо ребятам, очень хороший футбол был, ну, вот, немножко за себя могу извиниться, на нервах там орал на бровке, но это на своих больше просто из-за, ну, просто, действительно, матч такой, как бы, ну, для нас центральный, потому что проигрываем и сейчас, мы смещаемся там, куда нам не надо, сейчас мы, как бы, держимся еще там в этой пуле, и так и хотим в ней держаться дальше, поэтому для нас сейчас каждый матч, как финал будет, будем биться в каждом матче со всеми. Ну, и последний вопрос, Калюш, опять про это речь зашла, схожи ли футбол у Деспирадос и Атлетикса, вот, по вашему мнению, так же вы в таблице уже где-то рядом, и по игрокам, ну, похожи ли ваши команды? Ну, я бы не сказал, что мы, в принципе, похожи, ребята, вот, прослеживается, у них, в принципе, они вроде как, ну, если я так смотрю по лицам, по крайней мере, что я вот видел на поле, они вроде немного помоложе, позади листи, побыстрее в некоторых моментах, как бы мы чуть-чуть уже такие относительные старички. У нас такой сплав, у нас совсем старички, совсем плавные. Вот, ребята, больше, вот, мы примерно вот, похожий футбол играли где-то вот года 3-4 назад, это тоже, типа, от себя вперёд, летим в борьбу, там, навязываем, боремся за каждый мяч, сейчас мы чуть-чуть больше, скажем так, к сожалению, или, к счастью, я не знаю, каждый смотрит по-разному, более чуть-чуть академично подходим к футболу, вот, у нас уже, ну, исполнители у нас чуть-чуть поменялись, у нас там Ваня появился, получается, который придерживает мяч, там тот же, там, Юра, то же самое, есть игроки, которые больше с мячом работают, как бы раньше мы там раз-раз-раз, вперёд атаку убежали, там, забили-не забили, назад вернулись, отобронялись, забрали мяч, в контратаку убежали, мы примерно раньше так играли, сейчас мы более-менее так размеренно играем, вот, так что, ну, в каких-то аспектах, в плане борьбы, наверное, да, мы похожи с Атлетик, но в плане, наверное, футбола ребята немного побыстрее играют, чем мы. Всё, спасибо большое. Спасибо.